В частности, те вопросы, которые касаются непрямого нашего значения, это лечение холидополитиазма. В свое время очень мудрые земские врачи говорили, да, сделать может любой, а ликвидировать собственное осложнение, вот это и есть то искусство, которое предназначено для высококлассного врача. Это та идея, с которой я и хотел бы посвятить этот готов. Второй тезис принципиальный. Нужно забыть о методах петроградной холангиографии, пункриатографии, как о диагностических процедурах. Я понимаю, что бывают сложные ситуации, особенно сложные ситуации во взаимоотношении между хирургами, гастроэнтерологами, другими специалистами неинвазивных технологий, которые будут настаивать на проведение этих инвазивных процедур. Но все-таки нужно отстаивать свою позицию, потому что эти технологии перешли из разряда диагностических в разряд только лечебных мероприятий и никаких других. Существуют на сегодняшний день неинвазивные технологии, которые позволяют избежать серьезных осложнений, связанных с нашей агрессией на вазе. А как теперь? Спасибо. Чтобы понять, о чем я буду говорить. Это обычная больница, средне оснащенная, при этом имеет возможность только механического удаления конкрементов или дроблений. И то не всегда. Но при этом вот такие средние наши какие-то условия, земные, в них мы работаем, и поэтому я думаю, что они будут понятны вам. Плюс ко всему прочему, я хотел бы остановиться на той категории пациентов, с которыми вы все имеете дело для того, чтобы понять порой и причину возможных осложнений. Ну и те сложности, с которыми мы сталкиваемся. Ну вот это 400, ну 500, читайте, пациентов, у которых в основном был холидоколитяз с сохраненным желчным пузырем. Ну а и в меньшей степени так называемый постхолицистохтомический синдром. А это те заболевания, которые сочетались с больницами и внуковым тязом. На первом месте это около сосочковые дивертиклы. Ну и дальше вы видите по схеме. Кстати, если мое мнение, то самые тяжелые пациенты, это вот именно пациенты с папилостенозом. Даже не столько с гнойным холонгитом, сколько папилостенозом за счет сложности проведения непосредственно самой операции в качестве доступа к желчным протокам. А это характеристика конгриментов, которые были извлечены, из которых мы столкнулись. Наибольшее, как вы видите, число пациентов в камне были от размера 7 мм до 1,5 см. Извините, это количество, да, диаметр. И вот размер камней тоже был в основном вот в этих самых пределах. При этом одиночный камень мы встретили в 60% случаев. Ну и более двух камней, в 14% больных. Вот это та категория пациентов, с которыми мы столкнулись. Естественно, большинство их было на фоне механической желтоки, но лишь в 11% были клинические признаки гнойного холонгита. При этом в подавляющем большинстве случаев, это приблизительно 90, около 99% случаев, причина механической желтоки была определена до вмешательства. То есть мы заранее шли сразу на какое-то вмешательство. Ну и вот та тактика, которую мы используем в клинике. При этом, как вы видите, есть и отказ от вмешательства. Это связано так с анатомическими какими-то особенностями, с нашими техническими возможностями, без учета квалификационных особенностей врачей. Результаты, которые мы получили при этих вмешательствах. В большинстве случаев камни были удалены или удалены с помощью экстракционных катетеров. Вот надо сказать, что использование экстракционных катетеров, даже после удаления конкрементов у больных с гнойным холонгитом, это очень благое дело. Во-первых, убирается слад чвятская желчь, да и бог с ними с этими. Самое главное, при проведении этого катетера от депутации желчных продуктов в сторону 12-перстней кишки, за катетером создаётся некое отрицательное давление. И поэтому весь гной, фибрин, мутная желчь и всё, что угодно, связанное с проявлениями каламбита, они все начинают активно изнутри печёночных продуктов поступать во вне печёночной и в 12-перстней кишку. Манипуляции не занимают много времени, главное иметь в наличии этот баллонный экстракционный катетер. И поэтому мы завели за правило, если есть клинические эндоскопические признаки человека каламбита, гнойного каламбита, мы в обязательном порядке, даже после санации желчного дерева, то есть полного удаления конкрементов, в обязательном порядке проводим эту процедуру. При анализе оказалось, что после операционного дерева эти пациенты значительно быстрее выходят из вот этого тяжёлого гнойного состояния. Более того, у двух человек с абсцидирующим каламбитом мы получили положительный эффект лечения. Вы можете себе представить, наверное, все здесь сидящие, кто занимается билиарной хирургией, представляю, что такой абсцидирующий каламбит, это 90% летальных исходов. Вот это та манипуляция, которая очень неплохо работает. Ну и дальше, не надо бояться удаления конкрементов в несколько этапов, но в обязательном порядке между этими этапами должны быть созданы условия, чтобы камень не оказался клиненным в попилотомном отверстии или не мигрирован куда-то в долевые протоки. Поэтому окончание вмешательства на первом этапе при оставленных частичных камнях гипотик в каленке, это наше бильярдное тренирование. Ну и в некоторых случаях, вот 18 человек, невозможность полного удаления камней. Ситуации бывают разные, и одну из них я вам покажу. И вот в этом количестве 25 человек, 5%, нам не удалось удалить камни. И в основном это при синдроме Мерези или каких-то других сложных технических и анатомических ситуациях. Сюда входят и отсутствие порой иногда и подходящего нужного инструмента. Ну вот одна из ситуаций, когда вмешательство было завершено стендом. Знаете, бывают такие больные, вот ей 93 года, и говорят, в гробу крашу были, да еще желтая. И когда мы начали удалять инструменты, мы готовы были удалить все, но анестезиологи нам сказали, 5 минут и все. И когда мы сли двойным транспапиллярным стендом. Вот один и вот, и вот второй. Почему выбрана именно эта конструкция? Вот этот верхний завиток предотвращает перемещение конкрементов в долевые протоки. И таким образом не будет в перспективе способствовать перекрытию какой-то доли. А этот завиток просто фиксирует отсутствие перемещения этого стента. Ну и через полгода бабушка как лежала на носилочках, так ее через полгода принесли на носилочках светлую на замену этого стента. Ну и естественно, проверив мы ничего не стали испытывать судьбу. Но камни как были, так и они оставались. Прежде чем вы видите, нафаршированный полностью желчный кузырь. Но самое главное, чтобы бабулечка была жива. И вот один из вариантов эндоскопического окончания вмешательства при даже неудаленных компрементах. Второй вариант, когда невозможно чистотехнически ничего сделать, потому что нет контактной литотрепсии. По идее, в Ганноле, я думаю, что есть контактная литотрепсия, и они могут разробить этот кайф. А здесь невозможно даже было завести головку литотрептора за... Значит, вариант один остается хирургический. Других вариантов просто кузырически нет. Из всех тех манипуляций, которые мы провели у этих больниц, мы получили вот такое количество осложнений. Проценты не очень велики. Но самое главное другое, что на протяжении, наверное, 10-15 лет резко поменялась психология лечения этих осложнений. Я помню, когда еще лет 20 тому назад кровотечение из попилотомного разреза практически через одному брали на операционный стол, и открытым способом его останавливали в хирургии. На сегодняшний день что панкреатит, что кровотечение, колонгит, включая перфорацию, 12-перстные кишки, и все это в большинстве случаев, подавляющее это лечение, комплексное, консервативное и эндоскопическое. И в редких случаях возможно проведение хирургической, не требуется проведение хирургической операции. Ну вот, все эти возможные осложнения, которые известны с природой, с которыми столкнулись мы. А вот дальше будут несколько картиночек. Острый бильярдный панкреатит у дамы, панкреонекроз, ранние сутки после возникновения панкреонекроза, эндоскопический вариант лечения удаления камней из гепатика коленка, вот вы видите на фаршированные желтые пузырения желтухого, и одномоментно установка назобилиарного и назопанкреатического дренажей через одноканальное, для того, чтобы первое предотвратить, даже если мелкие конгрененты попадут в гепатика коленок, ничего страшного не будет, желтуха не усилится, никаких клинений не будет, а назло панкреатический дренаж, с одной стороны это контроль за функцией поджелудочной железы, с другой стороны это декомпрессия панкреатических протоков, и такую серию мы провели, и благополучно в данном случае все было разрешено, закончено лапарскопическое, конечно, еще и полицистектомии, но на фоне все было выполнено в панкреонекрозах. Кровотечение известно, откуда может возникнуть кровотечение в результате попилотомии, раньше пытались остановить путем введения верхней края разреза, вот именно в эту точку объектора и раствора, сейчас возможен и второй вариант, это перепирование именно этого участка, в другом участке в плане кровотечения испопилотомии, именно испопилотомия разреза, не в результате повреждения головки, а именно этого отдела, там единственное идет горзание, небольшая артерия, и как правило, либо сама остановится, либо можно попытаться эндоскопически сделать, ну, в данном случае показан один из вариантов остановки кровотечения. Вот здесь более сложная ситуация, ретро-догональная корпорация вовремя выявлена, выполнена еще успели компьютерную томографию, потому что сомневались, и вовремя ликвидирована. Я так представляю себе, не так много имел корпораций, но все-таки имел на сегодняшний день, возможно, сразу после констатации и выявления предполагаемого корпорационного ответствия, если оно не достигает более 5 мм, выложить клипсы. А дальше, опять же, активная консервативная антибиотика терапии, ну, и все, что связано с уменьшением интоксикации, по крайней мере, и в литературе, и на собственном опыте все заканчивается благополучно. Если она не вовремя диагностирована и все доведено до нагновения, до эмпиемы, то тут вариантов действительно никаких других нету, это только люмботомия и лаборотомия с тренированием забрюшенной клетчатки, а там уже вступает в силу, опять же, активная консервативная терапия. Но, если не вовремя диагностировать перфорацию, то возможно и реально возможно эндоскопический, основной опять, эндоскопический вариант лечения собственного осложнения. Ну, или, как в данном случае, оторвалась корзинка, которая заплатила, к сожалению, тут несколько конкрементов. Раньше это стандарт был на стол. В данном случае вариант, возможно, другой. Дополнительный разрез и попытка извлечения хотя бы этой корзинки с последующим стенкированием, у нас бильярдным тренированием, а еще лучше и одним моментом извлечения конкрементов. Практически уже на последние, я не знаю, лет 20-25, я не помню, чтобы нам не удавалось провести и отдать хирургам в такой ситуации кого-то из больных. Ну и выводы. Конечно, чувствуется улучшение числа осложнений, и это показывает лучшую квалификацию наших врачей, наверное, в какой-то степени лучшее оснащение, лучшее знание. И я думаю, что в конечном итоге проблема холидохольфиаза в любых ее проявлениях, будь то синдром нерези, будь то внутри печеночной, или еще какие-то, это, конечно, на 99,9 десятых, это проблема эндоскопической внутрипросветной хирургии. Благодарю вас за внимание, и вот я поделился своим собственным так и 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 так. Пожалуйста, самого Бога.